Что нас сейчас особенно интересует, это профилактика. По возможности, по возможности не забывайте, что в пищу должны входить препараты, содержащие клетчатку. Можно их прям покупать клетчаткой или отруби, да, а можно кушать салаты из свежих овощей, капуста, зелёные овощи, злаки пророщенные. И по возможности, опять же, избегать то, что крепит. Это сухарики, это соляные рисовые отвары и так далее. И также для профилактики крайне важно следить, чтобы стул был ежедневным. И обязательно обращайте внимание, что вас закрепляет и что вас расслабляет в плане стула. Позвольте мне здесь признаться, если я ускушаю, я от свеклы сейчас отказалась. Если я вот скушаю селёдку под шубой или винегрет, вечером у меня почему-то как бы свёкла наоборот вызывает вот такие вот ощущения запора. Мне это нафиг не надо, мне нужно целый день потом гоняться и всех побеждать. Буду я ещё думать о том, что я не покакала. Поэтому, допустим, я свёклу не ем. Но зато я точно знаю, что если я на ночь съем там сливу или абрикос, да, или выпью какой-нибудь кислый кефир, то с утра я бы нормально прокакалась и побежала. Поэтому стул должен быть не только ежедневным. Старайтесь, чтобы он у вас был в одно и то же время и старайтесь, чтобы он был размягчённым. Вот. И вот то, что вам этому способствует, оно и является профилактикой геморрой. Ну и не забывайте вовремя ходить к врачу. Всех люблю.